Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У МРТС сейчас нет права на ошибку, потому что иметь 1 или 2 очка после двух матчей в нашем турковом формате... Это результат явно отрицательный, а у МРТС в определенном смысле есть возможность сыграть в ничью и сохранить за собой шансы на золото. Так что РТРС сейчас должно быть попроще, с точки зрения моральной компоненты игры. В ходе регулярного первенства команда сыграли в ничью 1-1. Продолжение следует... Продолжение следует... У синих на 4 игрока больше. То есть можно со скамейки постоянно выводить свежих игроков. Делинцов, Григорий, Айсен Мунир. Встречу судят... Как и большинство наших соревнований... Вот сейчас еще один момент у РТРС. Пока они активнее... Витя, Витя, Витя! Витя, Витя! Витя! Витя, Витя, Витя! Невольно опасно пытались выйти из бороны в атаку игроки РТРС. Бега, меда, сам убега! Один на один выход практически был. Был, но Сулеймана справляется сюда. Много борьбы за мяч, в основном проходят в средней зоне. Бронник будет вводить мяч в игру. Бронник будет вводить мяч. Бронник будет вводить мяч. Бронник будет вводить мяч в игру. Перевод по мысли неплохой, но по командным действиям была доля секунды для того, чтобы все-таки поднять голову. И после такой ошибки пропускает РТРС. МРТС выходит вперед. У нас Сергей Винарский отличился. Бронник будет вводить мяч в игру. Бронник будет вводить мяч в игру. Бронник будет вводить мяч в игру. Набреженная игра. Принимают команды, что стоят на кону. Бронник будет вводить мяч в игру. Красные сейчас дождались ошибки соперника, после чего забили. О-о-о, РТРС. В игру, я думаю, похожей. Чего? Не так вот, друзья. Все в куче стоим, все стоим в куче, а не кому дать так? Все так? Витя. Все так, Витя. Нет, не спеши, Витань. ФТРС, заработали в итоге угловой, видишь наверняка В ТРС провести атаку, можно понять, времени в караундайме Все меньше для того, чтобы отыграться Пытаются игроки РТРС подвигаться, сдать себе свободное пространство Сейчас ошибка, упорная нога в поле Дальше можно оставить мяч в синюю зону, 2-сантиметровую Места много, надо все поместиться Первый тайм все никак не кончится, кажется, что уже минут 15 играет Вратарь успел выйти из фору, минуту 15 еще играет Сулейманов бросил мяч далеко, но прилетел он обратно очень быстро Броник Ему бы больше играть впереди, но у кого-то отлететь в качестве последнего защитника к своим воротам В качестве разыгрывающего основного В мини-футболе очень важна первая передача при начале атака Очень важно понять, сколько именно шагов нужно сделать в сторону чужих ворот Где выдержать паузу Кому передачу сделать Что делать потом Бежать вперед самому, открываться или наоборот открыть передачу своим воротам Перерыв у нас при счете 1-0 Минимальное преимущество МРТС Второй тайм не заставил себя долго ждать У нас участники мочи, разумеется, не поменялись Ну, какие-то изменения в составе, возможно, произошли Ну, это у нас происходит постоянно Скамейки позволяют меняться и тем и другим Ну, больше, конечно, РТРС Отворот Отворот Жор fer Бай Бай статистика после первого тайма вот обычно никогда нечего особого комментировать или команды только входят второй период самое время статистику говорить она равна также как и игра удары по воротам у ртрс-5 мртс-4 удары в створ 3-2 в пользу мртс главы 1-2 больше у ртрс почему это говорит о том что игра абсолютно равна здесь шансы есть хорошие на победу у тех и у других если случится ничья как я уже говорил в принципе результат вполне приемлемый для ртрс потом обыгрывать нужно будет русал и первое место будет в кармане а бронников передачу сделал и открывается Отложенный фолл сейчас поставлен. Не была игра остановлена в суду преимущества владения мячом. И отыгрывает отставание от РС. 1-1 сравняли. Бронников сделал пас, забил Сердюков. Играет еще очень долго. Счет во многом устраивает РТРС. Могут заканчивать и в ничью. Но для РТРС нужна только победа. Играет. Идеальный мяч под контролем после розыгрыша в центре. Классный перевод. РТРС. Бронников, мяч выцарапал. Продолжается атака красных. Момент голевой. Но решать такой надо. И где мяч остановлен, на линии ворот все в порядке. Ворот, со вторым моментом справиться голкиперу не удалось. Харченко забил после передачи Капсулина. 2-1, снова впереди МРТС. 2-1 преимущество скользкое, поэтому МРТС продолжает идти вперед. По пропущенному мячу уже сделали выводы и поняли, что РТС мяч лучше не давать. Я не знаю, как им распоряжаться. Поддавить их и попробовать забить третий. Пактика, наверное, более перспективно, по их мнению. И я с ними абсолютно согласен. РТС мяч будет. Две с половиной минуты до конца. РТРС нужен один гол, чтобы признать этот матч удачу. Так что, пока есть секундомерие в запасе, 10-15 секунд РТРС и счетов сбрасывать ранг. Для кого была передача, не совсем понятно. Контрадака не получилась, нужно включать второй темп, а вот сейчас после хорошей обводки отрезанному осталось несколько игроков. Бронников показывают, быстрее ему мяч скидывать, чтобы он шел вперед, а сейчас тот случай, когда нужно было еще несколько метров пройти с мячом. Начинает играть на отбой МРТС. Сейчас, кстати, был момент на грани нарушения в штрафной. На вес очень неплохой, немного до мяча не дотянулся. Розыгрыш простейшей комбинации и гол. 3-1. Ну, с такого счета отыграться будет, конечно, очень тяжело. И что здесь поделаешь? Снимать вратарей и выпускать шестого полевого. Ну, что он будет делать? Только мешаться будет. 20 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, сейчас слышны грики из-за того, что время берется не по табло, по контрольному секундомеру, но времени уже не осталось. Сейчас прозвучит финальный свисток. Спасибо, что подсказали. Здесь не выехали. Не говорите, надо меняться. У нас и полк меняется, нам полный уставшийся. Эх, эх, наставки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА